Здравствуйте! Сегодня наше видео будет посвящено женскому здоровью. Именно возрастным изменениям женского здоровья. Мы поговорим сегодня о климаксе. Так что же такое климакс? Это естественная гормональная перестройка организма, которая означает заканчивание детородного какого-то возраста и начинается обратное развитие половой сферы на фоне возрастных изменений. Конечно, климакс происходит в жизни каждой женщины. Ну и каждая в том числе переносит, конечно, его по-своему. С чем же приходится в этот момент столкнуться женщине? Ну, во-первых, это определенный ряд такой симптоматики, которые сопровождают как раз этот период. Ну, прежде всего, это, конечно, приливы крови, которые сопровождаются чувством очень сильного жара. Потом может резко бросать в холод. Это повышенная потливость. Это зачастую такая серьезная, достаточно выматывающая бессонница, связанная с трудностями засыпания. У кого-то, наоборот, период пробуждения бывает достаточно тяжелым. Это может быть и сердцевиение, частые приступы. Это может быть и сухость кожных покровов. Это может быть и прибавка в весе в этом возрасте. Ну, все это, конечно, связано с нарушением выработки основных гормонов женских, эстрогенов, которые в более таком молодом возрасте репродуктивном постоянно в женском организме присутствуют. Так вот, какое же течение бывает климакса? Ну, если это физиологическое, конечно, течение климактерического периода, то, в принципе, коррекции пород бывает даже и не нужно. То есть можно как-то перетерпеть какие-то небольшие, кратковременные приливы жара, вот такие вот разбалансировочку нервной системы, можно как-то пережить. Но если эти симптомы, конечно, достаточно тяжело женщина переносит, и когда чрезмерно выражена такая симптоматика, то зачастую говорят о патологическом течении климактерического периода или как таковом климактерическом синдроме. Ну, в основном, конечно, такое встречается достаточно нечасто. Основными симптомами, с которыми сталкиваются практически все женщины, это в основном приливы, бессонница, ну и какой-то психологический дискомфорт, связанный с такой, скажем, не совсем стабильной работой нервной системы. До сих пор все это происходит в течение какого-то периода, ну, вообще условно считается от 5 до 10 лет. До тех пор, пока организм женщины не приспособится жить при новом гормональном уровне. Так вот, в настоящее время доказано, что эстрогены как таковые, соединяясь в организме с эстрогенными рецепторами, которые находятся практически во всех органах, из кожи, тканях, то есть везде, в слизистых, дают такую вот немножечко зачастую патологию по органам. Так как резкое снижение основного гормона эстрогена дает, конечно, возможность появления каких-то патологических состояний со стороны органов каких-то и тканей. Ну, как же все-таки смягчить такой достаточно непростой период в жизни женщины? Ну, последние десятилетия очень часто и зачастую оправданно применяется заместительная гормонотерапия. Но, к сожалению, она не всем подходит, и не каждая женщина готова принимать, конечно, гормон. Ну, и самое важное, что в заместительной гормонотерапии есть очень большой список противопоказаний. Так вот, лекарственные растения в данном случае занимают ведущую роль, так как все-таки именно в этот период и заслуживают-то особого внимания, так как лекарственные растения помогают сразу в нескольких направлениях. Ну, во-первых, это регуляция гормонального фона за счет фитоэстрогенов. Большая группа растений содержит в среде своих биологически активных веществ так называемые фитоэстрогены. Это нестероидные растительные молекулы эстрогеноподобного свойства, которые практически идентичны натуральным. Потом, травы способны оказать седативный хороший эффект. Это борьба с бессонницей, с нарушением какого-то эмоционального, эмоциональных каких-то проблем. И это коррекция нервной системы, чтобы снять раздражительность, повышенную какую-то тревожность. Это растения, которые способствуют улучшению обменных процессов, стабилизации давления. А зачастую в климактерическом периоде очень часто бывает такое, то повышенное, то пониженное давление. То есть вот такие вот непонятные, нестабильные скачки. Это улучшается работой сердечной системы. Травы хороши еще и для обменных процессов. А мы очень хорошо, многие знают, и женщины, что именно в климактерическом периоде начинается и повышение уровня сахара, и какое-то повышение уровня холестерина. То есть могут возникнуть в дальнейшем какие-то заболевания, связанные с такими вот нарушениями обменных процессов. Далее. Это и спазмолитические лекарственные растения, травы, которые хорошо помогают, когда вот в приливы. То есть снятие способствует приливов. Так вот, сегодня я хотела бы предложить вам сбор, который уже много лет используется женщинами при климаксе и завоевал такую достаточно заслуженную популярность. Сбор номер 27, который так и называется при климаксе. Разработан он уже несколько десятков лет назад. Так вот, компания Трава Кавказа вообще стремится помогать практически при любых заболеваниях. Основа только лекарственные компоненты, то есть лекарственные травы. Сейчас мы коснемся, каков же состав этого сбора и поговорим немножечко о растениях. Ну вот особо группу хотела бы выделить. Это все-таки лекарственные растения, которые содержат фитоэстрогены. То есть вот гормоноподобные вещества с практически идентичными женским гормонам. Ну, во-первых, это шишки хмеля. Ну, вообще содержат достаточно большое количество фитоэстрогенов для того, чтобы регулировать гормональный фон. Дополнительно шишки хмеля многие знают, что успокаивающими свойствами обладают. Да, конечно, они обладают и капилляры укрепляющими свойствами, и успокаивающими. Особенно для снятия вегетативно-эмоциональных каких-то вот таких расстройств. Это и бессонница, это дополнительно какой-то тревожность, возможно, нестабильный какой-то эмоциональный фон. Хорошо влияют на обменный процесс, особенно на жировой и минеральный обмен. Польза, да, конечно, несомненная. Далее, это диагель. Тоже относится к группе растений, которые содержатся в составе фитоэстрогены. Вообще, тибетские врачеватели считали диагель одним из лучших растений, которые применяются как раз вот при возрастных изменениях, то есть при климаксе у женщин. Ну, во-первых, диагель нормализует уровень эстрогена за счет фитоэстрогена. Содержит большое количество витаминов. И А, и Е способен оказать хороший такой спазмолитический и все-таки сосудорасширяющий эффект. То есть это борьба с приливами теми же. Снимает сухость слизистых гинекологических путей, что немаловажно, потому что именно в этот период климактерический, вот, за счет того, что эстрогенные достаточно снижены, конечно, начинается и сухость кожных покров, и сухость, в том числе и слизистых. Регулирует уровень сахара дополнительно в крови. А мы знаем, что сахарочек здесь как раз может и повышаться. Уровень артериального давления, чтобы не было вот таких скачков, и обладает еще мягким, хорошим, таким седативным эффектом. Далее, это вербена, одна из любимых нашими женщинами травочек. Вообще содержит тоже большое количество, целый набор биологически активных веществ. Это и витамины, это и минеральные вещества, и также содержит тоже в своем составе фитоэстрогены. Ну, содержит, если вот коснуться, каротин. Каротин, это, скажем, превращается в витамин А в организме. А витамин А необходим нам для работы хорошей иммунной системы. И дополнительно он хорошо участвует в синтезе белка. Содержит кремниевую кислоту. А кремниевая кислота помогает для профилактики остеопороза. Далее, содержит горечи, вот вербена. А это улучшение работы пищеварительной системы. Так как очень часто бывает, встречается такой момент, начинаются какие-то гастриты. На фоне вот такой вот смены каких-то именно слизистых оболочек. За счет того, что количество эстрогенов очень малое. Далее, содержит флавоноиды, которые обладают и капилляроукрепляющими свойствами, и спазмолитическими свойствами. Гликозиды, то же самое. Большое количество витамина С. А витамин С это антиоксиданты, то есть это борьба со старением организма в целом. Далее, это мох исландский. Ну, исландский мох, это как общеукрепляющее растение. Оно улучшает работу иммунной системы. Мох исландский очень хорош при проблемах с молочной железой. В этот период у женщин очень часто встречаются фиброзные изменения тканей молочной железы. Здесь мох исландский обладает такими, скажем, рассасывающими свойствами. И в том числе это хорошая, скажем так, профилактика онкологических каких-то заболеваний. Содержит тоже большое количество микроэлементов и помогает улучшать вообще общее состояние организма. И хорошая поддержка иммунной системы. Эта календула способствует выведению шлаков и воды, что немаловажно для корректировки веса. Так как в этом возрасте, в климактерическом периоде, начинает активно повышаться все-таки вес у женщины. Ну и способствует за счет таких своих свойств оволожению организма. Далее, эта календула тоже одна из любимых нашими, скажем, нашим населением, даже и женщинами, и мужчинами трав. Ну, во-первых, это растение, хороший кардиотоник. Это противоаритмическое растение. Дело в том, что регулирует работу сердечной системы за счет того, что выравнивает именно ритм сердечный. Календула содержит еще большое количество веществ, которые благотворно влияют на работу печени и желчного пузыря. И вообще, календула – это прекрасная травка для женского организма. Далее, в состав сбора входят растения, которые обладают седативными свойствами, то есть успокаивающими. А мы понимаем, что это и нарушение сна есть, это есть и нарушение работы нервной системы, повышенная утомляемость, раздражительность какая-то и тревожность. Так вот, лаванда, мелиса, корни герани, лобазник в составе сбора – это как хорошие дополнительно седативные растения. Ну, во-первых, имеют и антидепрессивные свойства, и как хорошие спазмолитики, и как улучшающие работу сердечной системы. Лобазник еще и обладает хорошими общие укрепляющими свойствами. Он прекрасное растение, как противовирусное, и улучшает обменные процессы, и химичает, и усиливает, так скажем, метаболизм. Опять, это же улучшение всеобщего состояния организма и борьба, скажем так, со старением активным. Ну, в составе сбора еще есть и девесил. Ну, девесил снижает и устраняет, скажем так, тоже приливы. Эта была, да, и таким спазмолитическим свойствами. Способствует усвоению, скажем так, микроэлементов и макроэлементов. То есть это активное также участие в обменных процессах. Содержит большой набор биологически активных веществ. Если мы знаем, что само слово девесил означает девять сил, то есть растение, которое работает в разных направлениях. Ну, содержится панина, аминокислоты, флавоноиды. То есть улучшаем все обменные процессы. И точно так же это растение, девесил, прекрасное антиоксидантное свойство имеет. То есть борьба со старением и улучшаем работу наших обменных процессов. Так вот, данный комплекс вообще как нельзя лучше подходит для коррекции климактерического периода. Если действительно такие мучительные проблемы возникают. Это и корректировка сна, это корректировка веса, это, скажем так, и, скажем, противоонкологические какие-то свойства у сбора есть. И хорошая поддержка гормонального фона. Мы предлагаем этот сбор применять достаточно часто, потому что, ну, климактерический период течет от 5 до 10 лет. Ну, по мере необходимости, конечно, можно этот сбор применять. Ну, и хотела бы посоветовать, конечно, женщинам в этот непростой период, как можно больше все-таки уделять внимание своему здоровью. Очень хорошо используют, например, плавание, кто-то занимается йогой. Это дополнительно помогает пережить такой вот сложный период. Ну, всего вам доброго, дорогие женщины, и будьте здоровы!